всем привет с вами хвостович александр ведущие проекта хвостович life в общем мне пишут что где юра куда пропал юры не было давно видео с юрой сегодня решил записать видео с юрой и сейчас я иду к нему в гости сейчас постучимся в дверь вот и наконец-то будет видосик с юрцом о какие дорогой так отлично ну что юречка я уже сказал подписчикам что давно с тобой не было видосов все очень соскучились хотя знать что случилось я решил может быть тебя проведать и как бы по традиции с ним конец видео очень приятно тебя видеть ты уже сказал что это что ты как бы изменил название передачи что это не америка для успешных америка для неудачников для успешных таксистов да так как в америке все плохо демократия загибается капитализм все тяжело работы нету вот значит мы приобрели себе такой дом юр в прошлый старый 60-х годов прошлый раз когда ты снимался на видео мы с тобой жили в одной общаге снимали там комнатки делили и ты работал этим чем ты занимался google а в google работал с тех пор ты устроился на работу посудомойщика я так понимаю правильно да как бы в америке страшный кризис об этом конечно молчат но только шаре рассказывает шаре шаре конечно не шаре это другой чем шаре шаре всегда слушать и шаре говорить правду да в америке кризис как вы знаете александр был работал в кей на высокооплачиваемые хорошие работы инженером но из-за кризиса не пришлось уйти в такси и в такси на переводите я как бы из гугла мне пришлось там всех уволили половину и теперь я мою посуду точнее ты посудомойщик который моет посудомоечную машину то есть но не просто посудомоечную потому что уже все автоматизировано вот посудомоечную машину нет машины чтобы она была вот ну значит небольшая кухонька значит что у нас там дальше то время когда мы с вас той чем жили вообще не было самое лучшее время когда мы жили с тобой это было замечательное время у нас будут такие хорошие жилищные условия сейчас вы посмотрите посмотрите на это здесь же как бы негде развернуть не развернуться в этом доме живут 18 человек чет смотрел что-то на проекты до на проекты и мы смотрим новости первый канал потому что дэна наша туда и потому что поймать и там все так хорошо ты ностальгируешь вспоминаешь плачешь и как бы понимаете вот всего лишь 4 метра диагональ этого проекта и не хватает россию до новости россии в украине лучше смотреть на вот с диагональю 4 метра так а что там на заднем дворе это интересно это это что это твой задний двор или это это мой задний двор он намного меньше чем был раньше ага то есть как вы видите тут все очень бедненько очень все скромно но я вот вижу по состоянии этого дерева что она не ухоженная то есть ухоженная нету денег посмотрите трава еле еле скошенного где-то плямами таки нету зеленого газона нету зеленого газона он трещины в стенах короче ужас окей значит ну что по традиции давай мы сделаем с тобой такую фишку мы с тобой приготовим какой-нибудь скромный обед я знаю ты любишь рыбу в прошлый раз мы как раз показывали как готовить рыбу многие оставили комментарии под этим видео давали свои советы мы учли прошлись про по комментариям то есть мы вернемся к тем людям которые комментировали что-то все совпадения сразу предупреждаю вас случайны вот и мы просто делаем такой эссе резюме по прошлому видео и что-нибудь приготовим да отлично пойдем и так вот мы за кухонным столом значит юра что мы будем готовить сегодня заранее ну ты же понимаешь что как бы так как денег у нас с тобой нету нормально мы напитаться не можем хорошие продукты позволить тоже не можем отсюда и мамон да это от голодания раздувает когда людей а то что не голодают вот это про нас вот ну то есть мы я я купил самые такие самые вот продукты самые простые самые простые хорошо давайте посмотрим что мы сегодня будет ну конечно же пакет достал печь пакета это вообще на продуктовый талон это значит самое-самое плохое оливковое масло очищенное от всего не надо говорить доступно на нас доступное оливковое масло очищено от всего даже от самого масла то есть тут масла нету это вода просто бутылка с водой окей как называется называется калифорния tantila first cold press мы с премиум калифорнию extra virgin olive oil много сложных слов в общем оливковое масло я уверен что гомерно гомерно да тут у нас есть укропчик тоже гомерно символически да вот он попробуй как резина на вкус на вкус вообще вообще не пахнет как это люди едят не пахнет почему-то коноплей что у нас здесь еще ну конечно же соевый соус вы понимаете что это не соевый соус соевый соус называется кикаман лессодио это все ингредиенты которые будут необходимы для приготовления простого обеда посудом да а вот собственно вот это то что мы будем есть тоже gmo это смотри что написано дай я почитаю написано swordfish steak то есть это меч рыбный меч рыбный меч рыбный меч скин он со шкурой стоит он всего лишь 84 доллара ну дешево ну дешево по дешевке взял да хорошо значит рыба меч у нас здесь это да это стейки это еда как бы для бедных иногда тут в основном едят как бы те которые не могут нормально моют посудомоечные машины да 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 то есть дают зарплату рыбой это стейк из рыбы нича что еще еще ну да это как бы вообще это я даже не покупал я нашел на улице может быть ты это словил и заупаковал возможно возможно это значит сырые сырые шримпы колоссал изи пил 98 процентов фри стоит как бы совсем дешево порядка 30 долларов как бы это как бы такая маленькая порция хорошо вот да ну ну и немножко ну то есть и сейчас и мы будем начнем мариновать креветки стейки приготовим на гриле на гриле потому что как бы печка по-другому не работает газа нету электричества нету будет на дровах на дровах хорошо супер замечательно и так давай готовить первый процесс мы начинаем мариновать мариновать окей наш рецепт это колоссальные колоссального размера креветки вот это в общем я сразу предупреждаю они были заморожены мы их разморозили для тех кто должен по инструкции сделать редки разморозили рыбу мяч распаковали стейки вот такой бы то у нас кусочек стейка и сейчас я буду чистить креветки а юра будет мариновать и будет мариновать этот рыбу мяч мы будем все вместе там все вместе будем делать ну и тем временем мы поговорим о интересной информации которую я вчера буквально вчера узнал от госдепа кстати ты забыл сказать что нам прислали госпомощь из россии из россии гречку и полкило гречки а это это помощь из ирландии и нектар дорфанон это из ирландии это это шотландии шотландии это их не их не водка местных путин креветки у меня самый тупой нож который а кстати наши ножи они абсолютно тупые посмотрите то они вообще не точные потому что мы во-первых у нас руки и жопы мы не умеем затачивать ножи и хвост вот теперь теперь просто да вот так вот берем что вместе я хочу вам сказать что ссылочка ваш хвостик и теперь она все очистится все я понял числе легко а просто отрывать хвост а потом снимаете кожуру и вот такая вот а в идеале нужно еще спинную мозг убрать но мы ленивые как бы нам что нам там не трогайся что хотел сказать что ссылочка на прошлое наше видео где мы готовили в общаге будет в описании вы можете перейти посмотреть кому непонятно какие-то там моменты этого видоса какие-то интересные вещи вы можете подчеркнуть из первой части готов так вот пока я чищу креветки а ты занимаешься чесноком и маринад я готовлю маринад да мы обырав мы потом расскажем как это все делать я хочу рассказать тебе про новость которую мне поведал госдеп буквально до днях вот по информации госдепа недавно проводили опрос на улицах в москве и 71 процент из всех опрошенных считают америка влияющей негативно на ситуацию в мире не совсем уж чтобы империи зла но в общем не очень не очень и эти показатели выросли буквально за два года с 50 процентов опрошенных до 71 процента то есть получается каждый седьмой из десяти недолюбливает соединенные штаты в россии я как бы понимаю почему я тоже можно я скажу свою росту смотри что все знают как сейчас хорошо живется в россии это бесспорно но если посмотреть на их статистику их не показатели то там просто это бум 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 экономики бум 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 как бы технологического прорыва на украине бум бум на украине в сирии бум бум в общем это мелочи не отвлекать не надо как бы на каких-то негативных вещах застрять нужно нужно только рассмотреть позитивные и поэтому не значит все хорошо так вот тут все классно а когда в этом и на вот америка а когда ты смотришь на что-то такое негативное как где все плохо в америке да ты просто как бы ненавидишь это зачем тебе любить что-то плохое мясо то есть потому что ну а я как бы думаю что дело в пропагандистской машине запущенной в россии поэтому 20 процентов прироста ненависти к сша я думаю достаточно хороший показатель за два года по 10 процентов населения просто вот можно переманивать скажем так на свою сторону своих интересов каких интерес интерес государства это сплочение нации против единого врага усиление укрепления скреп и полностью слушай ну как как в россии может быть вообще образ врага сделан если на все добрые православие мы у меня согласен у меня нет больше никаких аргументов на там настолько как бы духовные люди что если бить за там там столько церквей столько крыс тебя бьют по щеке ты подставляешь вторую и щеку друга ты не можешь как бы вы за щеку друга за щеки за щеки за щеки но но есть еще одна информация госдепа значит в прошлом году было четыре тысячи заявок квот на лотерею green card для россии выделено а участие приняла приняло 200 около 260 тысяч человек то есть четыре тысячи квот на россию участвуют 260 тысяч человек я не знаю нет мне кажется что это ну да не много это во первых мы же мы не можем доверять информации вот американский кстати мы мы взяли сейчас петрушечку это не петрушка окей пусть будет а петрушка и как бы мы это здесь будет мариноваться наш стейк из рыбы мельча абсолютно как бы он как резина я его потрогал он как резина очень невкусно я думаю что обязательно получится вы посмотрите так вот можно поднять камеру точно да пока короче вы берете свой стейк из рыбы мельча который из гно и добавлять да чуть-чуть чуть-чуть травки которая пахнет коноплей но на самом деле это укропчик петрушка так вот а еще цифры я ничего не придумываю ссылка на статистику будет в описании тоже можете перейти просчитать количество опро из количества прошли уехать из россии кроме вместо 8 процентов которые были ранее несколько лет назад уже хочет 14 процентов открыто которые говорят что они хотели бы уехать я у меня есть объяснение например понимаешь белоленточники они как бы поняли что пора валить что в той стране как бы их никто не любит и никто не ждет все плохие уедут останутся только хорошие правильно супер вот а еще по той же информации госдепа в прошлом году нет врук 2015 количество уезжающих из россии в америку достигла своего исторического максимума за во время истории существования современного тоже порядка 260 тысяч человек уехала в америку по рабочей либо студенческой визе и несколько тысяч уехала по семейным визам или визам другого назначения включая порядка 50 человек которые инвестировали в экономику сша минимум от полмиллиона долларов ух ты тоже уехали то есть то есть то есть то есть то есть я предположу что они как бы москвичи они просто продали одну комнату своей квартиры одну комнату инвестировали в экономику сша и им дали на это вид на жизнь скорее всего вопрос зачем они это делают какой смысл въехать сюда если в россии все так хорошо почему такая массовая иммиграция в сша я не думаешь мне кажется во всем виноваты блогеры такие как я проплаченные госдепом которые агитируют приезжать россиян жить в америку показывая как здесь ужасно жить а русские люди как и здесь естественно все знают любят испытания потому что трудность да как-то так закаляется сталь вот и они сюда едут чтобы укрепить свой дух укрепить дух вот и сейчас видите очень много людей в интернете вещает ужасные жизни в америке поэтому все сюда не нулись искать а я понял я понял это как экстрим туризм вот потратить здесь рубли потому что мы знаем курс рубля рубля что ты на один рубль 100 долларов ну подожди ну что-то не драматизирует 65 по последним к сожалению здесь рубли купить невозможно потому что их просто не все уже скупили все уже скуплены вот а все обменники конечно закрыты теперь ну рублей нет как бы раскупили а и смысл в обменниках пропал все через руки делается даже серьезная я не видел как бы обменников уже давно ясно почему почему потому что нет уже пропал рубли шоу заменник в америке сложно найти только если в аэропорту надо поискать так вот а какой напрашивается вывод как мне кажется мне кажется знаком с термином утечка мозгов да я смотрю первый канал это это никогда ты наберли на три дня херачи наркотики а потом у тебя из носа вытекают мозги нет это немножко другое это когда образованные дееспособные люди занимающиеся бизнесом люди с деньгами имея возможность уехать из страны спасают свои деньги свой труд это утечка капитала и мозгов и мозги и мозги они утекают утекают они по данным госдепа в америку в числе около 260 тысяч в год на страну с населением 150 миллионов но также есть еще и другие страны которых мы не знаем госдеп они статистику не собирал или если собирал и не предоставил то есть это германия англия польша в конце концов чехия любые другие страны в общем где можно почувствовать себя с трудности на себе и страдать трудности эмиграции и переезда так вот к чему сводится мне кажется все сводится к тому что все самые ужасные самые нет и так самые в общем самые которые хотят против того что происходит в стране они уедут а и россии через пару лет останутся только лучшие люди конечно и те у кого нет денег чтобы уехать правильно вот поэтому а так так и надо так только так нация может как бы возродиться встать с колен не то чтобы она сейчас на коленях а вот интересный момент да кстати мне говорят раньше про очень часто проскакивал про вставание с колен а мне кажется что россия на коленях никогда и не стояла у меня это все это это придумал госдепа колонна шестая окей вот мы немножко поговорили так перекладывай знаете смотрите александр почистил креветки перекладывай все эти креветки вот сюда вот ребят скорлупки с одной стороны креветки с другой стороны сейчас я переложу креветки были водички пожалуй вылий вот спасибо а ты сделал я четыре дольки чеснока очень мелко порезал добавил сюда к нашему это будет наш маринад все будет наш маринад мы должны добавить мы должны добавить немножко соевого соуса я добавляю на глаз но примерно мы сделаем где-то две-три столовые ложки да я примерно 100 ложки еще мы добавляем оливковое масло ножи тупые абсолютно кстати уже давно не видел когда америке продавались острые сразу тупыми так значит масло оливкового мы добавляем по моему треть стакана часто париками мере какой стакан на глаз на глаз триста парика короче все они на глаз а в рот да еще нам нужно четверть стакана лимонного вы конечно понимаете что это не настоящий лимонный сок что в америке лимонов тяжело достать это дефицитный продукт а это пластиковые лимонозаменители и отсюда льется непонятно жидкость я думаю что главное конечно смотрите золотой дождь золотой дождь лимонный дождь и и вино вино самое самое которое мы не себе позволить стоит наверное не знаю может доллар она называется меня аж трясет меня аж трясет меня аж трясет лей 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 не жалей меня аж трясет и значит ну я думаю 3 3 стакана шикарно шикарно и соли чуть-чуть соли чуть-чуть и перца ну или по специи какие хотите добавляйте у нас нет ничего кроме соли и перца потому что конечно же и спичек потому что все знают что надо покупать соль спички и перец и гречка гречка если есть в общем вот такие вот шрипики у нас здесь почищены вот такая мариновочка теперь надо все перемешать посмотрите александр что перемешать похоже на суп да и повращать его просто так и сейчас это будет все мариноваться а мы мы знаете что мы сделаем мы пройдемся юра ты я так понимаю за подготовился и по прошлому видео ссылка на который писали составил список интересных комментариев а теперь у нас будет новая рубрика мы будем комментировать комментарии пользователя но опять же все совпадения случай случайно абсолютно спасибо так ну хорошо юр пока маринуется рыба и креветки кстати как маринутся креветки я покажу в конце это у мы будем смотреть комментарии которые юра подготовил по прошлому нашему видео с готовкой да и естественно вот тут внизу в описании ссылка на прошлый день ешь и за что это за херня ой 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 девочку убери пожалуйста я думаю можно продолжать теперь ничего нам не мешает ничего не отлегает наше внимание и так значит в чем в чем был смысл я почитал комментарии к предыдущему видео которое будет внизу и я увидел многое как бы негативных таких отзывов о америке что мы как бы как бы плохо живем знаешь явно вот чувствуется что люди живут лучше там я как бы предполагаю что это там из россии в основном из белоруссии украины люди они комментируют у них все там хорошо и поэтому наш бы для них кажется очень таким нищебродским можно много критиков но и ребят все совпадения случайно и мы просто случайно как-то сгенерировали случайность до юра я сейчас я как бы взял подобрал несколько комментариев которые топовые которые получили больше всех лайков с точки на то видео мне стало интересно как вот узнать что это за люди больше понять аудиторию как социологически посмотреть и вот нет лучше способа чем зайти в чеку на канал и посмотреть какие видео лайка и на какие каналы подписан так ты сразу понимаешь то есть ты провел свой или сервис или сергейшин хорошо вот я вижу что меня сейчас вы тоже предоставила так ну давай начиная значит пер юзер с ником лен беленый или лен беленый оставил значит такой комментарий это канал америка для нищедротов вшивые студенты экономящий каждый цент и живущие в трущобах ты прав безусловно мы вшивые но мы не студенты мы без образования до без образования и без работы от шеи видите специально стрижку я сделал что да и платили на на образование денег нету учеба стоит дорого и что что ты узнал я зашел значит в профайл этого лена или лена лена беленого и посмотрел что первое видео которое лайкает называется так каркасный дом 9 на 9 утепление пола и стен минвата кнауф минвата хуйни не посоветует да то есть чеки чек как бы вот нет у него дома скорее всего я думаю что он просто владелец нескольких дорогих домов и он хочет сделать какой-то уникальный дизайн и он ищет информацию собирает чтобы сделать что-то впечатляет 3 наручно будет утеплять пол и стены естественно поэтому вторым комментарием который он оставил по поиску не комментарий а это его это видео которое он лайкает до дома из строганого бревна сколько стоит и как долго рубится хороший сруб все по уму шарик мы понимаем насколько этот человек любит ручную работу он как бы он у него он миллионер сразу видно и он но он все делает своими руками безусловно дальше следующий каменья это не коммент это потом идут видео которое он лайкает и это кто наш любимый шарик 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 анатолий анатолий шарик 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 вот то есть мы понимаем что человек ну вот давайте честно скажем все кто лайкают шария лучшие люди лучшие люди да то есть юзер с ником денис серебраков денис серебряков серебряков да задал такой вопрос а вы реально пидоры реально нет подожди я отвечу денису на этот вопрос но сначала зайдем посмотрим что же любит и лайкает денис давай первое видео которое денис лайкнул называется эковата эковата утепление эковатой одного маленького каркасник все по уму все по уму я думаю что как бы в россии уже два раза вата я вижу что у них реально проблема в россии много или мало ваты как бы непонятно может быть там все просто из ваты да все все смотрят ищут вату подписан на канал а сергей мавроди сразу видно что интеллектуал интеллектуал потому что только умный человек будет смотреть мавроди да небось еще и в ммм вложить и богач да потом он лайкнул штук 300 видео про украину потому что 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 там у хохлов и последнее мобилизационный ролик армии днр и после этого отвечаем на вопрос а после отвечая на вопрос реально ли вы пидоры нет а вот и денис да следующий а значит здесь вообще абсолютно интересный человек по фамилии или имени виктор с соли все совпадения случайно все лежали да это супер значит комментарий был такой мебель печки и продукты конечно иначе но в целом атмосфера напоминает советскую общагу потому что мы жили в общаге между прочим да мы с юрой делили спальное место в американское общаги и здесь значит посмотрят на активность на ютюбе этого не на а вот значит у виктора такая интересная история на ютюбе года два назад он активно смотрел видео портного хвостовича флориды ялты и чижа человек был заинтересован в америке он хотел наверно хотел иммигрировать правильно может быть он просто собирал информацию как ты это сделал чтобы внезапно нанести удар этим к нам ряд скорее всего просто хотел свалить из рашки но потом он лайкнул и посмотрел видео гудбай америка почему я уезжаю в россию вы помните все три чувак который хотел снять проститутку и он выдал это типа его пригласили напоили украли лаптоп а потом значит он начал смотреть шария очень много видео наверное лайкнул все видео шария или шария шария и вот последнее видео совсем недавно два дня назад он лайкает такое видео называется как надо мять лен для получения ткани мне кажется как то так то есть сразу видно насколько вот изменились приоритеты этого человека сначала он хотел в америку а теперь он мнет лен чтобы получить ткань успех успех идем идем дальше какой-то сибор 7007 или субор субор читать хуйня одним словом гмо едят кухня бичовская и очень захламлена при таких размерах нужно экономить пространство а так даже доску разделочную некуда поместить и наживсе на точите так вот у этого человека кроме шария больше ничего нету шария шария я думаю что это же сам толик шария мы наточим ножи не беспокойтесь я читаю следующий давай юзер с ником евгений один ноль ноль один семь шесть какой-то код наверное это сейф новобильный телефон звоните недорого значит оставил оставил такой комментарий стоило ехать жить туда чтобы жить как американским нищебродом скобках сам рома абрамов это я написал я просто предположил что как бы это рома абрамовик под этим самым под своим аккаунтом да и первое видео которое он лайкает это заделка швов гипсокартона то есть наверняка у него есть гипсокартон и есть швы и он хочет заделать гипсокартон купил новое поместье в англии и будет заделывать сам безусловно да телеканал звезда следующий лайк следующий лайк и конечно же и конечно же фильм крым путь на родину документальный фильм андрея кондрашова хорошо что и не александра не александра да итак какие мы выводы можем сделать александр мне кажется что самый главный вывод из этого ролика мы сделали ребята мы ужасно извиняемся за то что мы нищеброды живущие в америке мы признаем ваши великолепные умные мудрые комментарии и мы возьмем их на заметку обязательно будем стремиться к тому же к чему стремитесь вы это правда так ну чё это веселые комментарии например что тебе понравилось да 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 вот катя липко написала юра и красавчик и земляк и готовить умеет и рисует просто лапочка мне кажется ты сам написал это была катя липко мне нравится алексей графкин хвостович зачем вырезал как ты отсасываешь я ничего не вырезал ссылка в описании а вообще алёша что ты не перевозбудил мамки клавиатуру да игорь подсекает задал как бы хороший вопрос юра расскажи как ухаживать за локтями спасибо действительно это очень легко ты покупаешь раствор из семян и льна на ночь вот так вот смазываешь и маленькой щеточкой из беличьей шерсти вот так вот протираешь вот так теперь у меня будет ухоженный благодаря тебе смотри пахнут дном и юзер с именем эмиль доминик написал или написала блин я влюбилась юру что мне делать а на ночь приложи подорожник и фотографию юра да и поможет но если серьезно иметь даже если ты парень ты меня влюбился до настоящей любви что преград нет нет на самом деле да как бы здесь уже все давно легально ребята мы в сан-франциско эмиль приезжай юра рассмотрит различные варианты ваших взаимодействий все так ну что я думаю что наша рыба замариновалась можем жарить креветки замариновались и мы сейчас будем жарить и так ребят вот наш маринад вот у нас рыба меч вот креветки сейчас мы это все бросим на гриль юра расскажет как долго все готовится и потом уже в конце просто покажем вам как мы это едим вот наш гриль как видим в таком плохом состоянии на хорошем на хороший нас просто денег не хватило я вот вижу здесь не до конца пламя идет поломка поломанный поломанный тем не менее мы протираем оливковым маслом поверхность гриля чтобы наши рыба и креветки не прилипали и смотрите выкладываем на огонь вот так вот так так ой горячий вот пять минуточек и наш стейк что буквально за пять минут готовится греет их надо будет переворачивать надо окей а стейк сколько стейк пять минут с каждой стороны отлично можем парить даже чуть-чуть маринаде так ребят буквально через 15 минут пять минут семь на одной стороне перевернули 5 7 на другой вот наши креветки вот наша рыба так дай мне кусочек на дегустацию обалдеть очень вкусно очень вкусно сейчас я кусочек рыбки отобавлю ой что Такая прям насыщенная, мягкая, обалдеть, класс! Сразу видно, что пиндосы тупые, о, по прикладке, молодец! Оливковое масло, итальянская приправа, какая-то сборка приправная, и еще лимонный сок.